Добрый вечер, Гомель. Я Наталья Волынец. Приветствую всех на телеканале Беларусь4. Дорогие друзья, я приглашаю вас присоединиться к прямому эфиру. Телефон студии 342243. Вы не пожалеете. Дело в том, что обычно по вторникам у нас интересные и полезные советы. Сегодня мы расскажем, как сделать ремонт и как обновить, наверное, самое важное помещение, где мы проводим большую часть своей жизни. Сегодня у нас в гостях и помогут нам в этом. Наши гости это дизайнер интерьеров Галина Сукманова. Добрый вечер, Галина. Спасибо, что нашли время для наших зрителей. Сегодня у нас в гостях эксперт-строитель Александр Кобзев. Очень рада видеть вас в нашей студии. Добрый вечер. И, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях мастер по хендмейду Екатерина Титкова, также мастер, помогите мне, мастер-преподаватель обучения Гомельского колледжа народных художественных промыслов. Так что, дорогие друзья, хочу сказать, что сегодня предстоит очень интересный, я думаю, очень познавательный такой информативный прямой эфир. И поговорим мы сегодня, конечно же, о том, как обновить кухню. Ведь, пожалуй, наверное, нет хозяйки, которая не мечтает о просторной, функциональной, очень стильной, удобной, очень уютной кухне. Вот что же для этого сделать? Какие моменты надо учесть? Сегодня будут полезные советы, которые, ну, я уверена, просто приблизят вашу кухню, дорогие друзья, к идеалу. Екатерина, ну, давайте начнем, наверное, вот с вас. Расскажите, поделитесь, какая вообще у вас кухня. Ой, вы знаете, у меня очень маленькая кухня, 6 квадратных метров. Маленькая, да. Очень маленькая, да. Хотелось бы, конечно, чтобы там было все на этой кухне, но... А ремонт вы вообще когда делали? Давно, очень давно, потому что кухня маленькая, я даже не могу предположить, как можно сделать, чтобы ее сделать более просторной. Ладно, расскажите, да, вот мы сейчас вам будем помогать, зрителям, у которых 6-метровая кухня, дадим пару полезных советов. Что у вас есть? Плита есть? Плита есть, да. Дальше, какие-то шкафчики в рабочей поверхности? Шкафчики есть, да, да, холодильник. Вытяжка? Вытяжки нету. Стол, стулья? Да, есть. Диванчик? Нету, все. Телевизор? Телевизора тоже нету. Понятно, то есть, ну, такой стандартный набор еще, в принципе, большой. Посудомоечная машина? Нету. В мечтах, но нету. Некуда поставить. Вот что, вот какой бы вы хотели вообще видеть свою кухню, действительно, и готовы ли вы к этим преобразованиям? Ну, знаете, более хотелось просторнее как-то кухню мне, и, естественно, хотелось бы мне иметь посудомоечную машину, как для настоящей хозяйки. Но, к сожалению... Ну, не знаю, вот к сожалению или нет, мы сейчас вот узнаем, вообще возможно ли. Галина, вот вы у нас действительно большой эксперт по дизайну интерьеров, я просто действительно знаю очень много ваших работ, и не первый раз мы с вами в студии работаем. Я знаю, что ваш совет всегда очень полезный. Вот кухня шестиметровая, маленькая, да там много еще вместилось, мне кажется, у Екатерины. В принципе, вот какие есть варианты? Надо, в первую очередь, надо смотреть по конфигурации этой кухни, то есть, можем ли мы задействовать подоконник под рабочую зону. А у вас задействуем подоконник? Нет. Он большой вообще подоконник? Маленький. Маленький, но, в принципе, его, наверное, можно увеличить. Возможно его увеличить, да, сделать частью рабочей зоны, это может быть и как частью обеденной зоны, то есть, сделать ее открытой, потому что обычно под подоконником батарея, должна быть вентиляция, то есть, вы делаете рабочую зону и под нее ставите стулья барные, то есть, это чуть повыше, чем обычные, но, таким образом, у вас есть и рабочая зона, и место для завтраков, и еще каких-то обедов, ужинов, наверное, нет. А посудомоечная машина, в принципе, уместна на 6-метровой кухне, как вы считаете? Все, что вам необходимо для жизни комфортное, вы должны туда вместить. Как хотите. Если она нужна, то ее можно вместить. Есть варианты посудомоечных машин, которые встраиваются 45 по ширине, то есть, это не 60 обычный стандарт, а есть 45. Есть еще меньше, есть те, которые по высоте не 80 сантиметров, а меньше. Есть тоже, чтобы уменьшить место, занимаемое на кухне, можно из 4-х комфорок перейти к 2-м комфоркам. Если вы готовы на такие решения, что вам 2 комфорки достаточно, вы можете взять себе 2 плиту с 2-мя комфорками. Уже помещение больше. Уже больше. А у вас, Галина, кухня большая? Нет, очень маленькая. Тоже 66 метров? Ну, мы совместили кухню вместе с гостиной, она у нас закрывается дверью, то есть, комнату мы себе оставили, при необходимости мы ее отодвигаем, задвигаем. Рабочая зона у меня 3 метра 20 сантиметров, она включает холодильник. Минимальное расстояние от холодильника до плиты 20 сантиметров, плита, небольшая рабочая зона и 60 сантиметров умывальник. А на обратную зону, под стол, мы разместили посудомоечную машину. То есть, это вот островной такой вариант, и вот, в принципе, неплохое место для посудомоечной машины. Да, очень все компактно, мне такие маленькие кухни кажутся удобными, не надо никуда бегать, не надо. Александр, вы так улыбаетесь, я уверена, что у вас кухня чуть побольше, чем 6 метров, поделитесь. Да нет, 6 метров. Вы что, тоже 6? Ну, просто объединяем. Такое ощущение, что это типичная кухня сегодня. Кухня-студия. А, кухня-студия. Студия, да, сделана. Ну, вы довольны, вот, у вас там все есть, и посудомоечная машина тоже? Нет, посудомоечная нет. Стиральная машина стоит. А будет стиральная посудомоечная? Посудомоечная, конечно. Ну вот, я даже не сомневаюсь в этом. А вот, Катерина, вы, скажите, на вашей кухне, что самое главное? Духовка. Для меня духовка самая главная. Потому что, наверное, много печете пирогов. То есть, от духовки, от духового шкафа ни в коем случае отказ не будем. Ну что ж, дорогие друзья, для вас вопрос, конечно же, пишите, звоните. Что самое важное на вашей кухне? Напоминаю, телефон прямого эфира 34-22-43. Мы сегодня пытаемся обустроить кухонное помещение. Будет очень много полезных советов. Галина, как вы считаете, что все-таки самое важное в кухонном пространстве? Вот что стоит помнить, когда мы планируем обновить кухню и вот сам интерьер? Есть правила эргономики для кухни. Если у вас получается соблюдать, это было очень неплохо. То есть, у вас стоит холодильник, небольшое пространство. То есть, вы взяли какие-то продукты, вы положили на это пространство, рядом мойка. Вы помыли их. Большое пространство, где-то метр 20, порезали. Это самая основная рабочая зона. Это вот это между мойкой и духовым шкафом, либо варочной поверхностью. И варочная поверхность. Рабочий треугольник. Рабочий треугольник. Все понятно, да. Купили, положили, помыли, приготовили. То есть, вот это самое главное, я так понимаю, в обустройстве. Да, очень часто люди разбивают вот эту рабочую зону ровно посередине плитой или мойкой. И они тогда теряют свое рабочее пространство. Основное это между плитой и мойкой. И неудобно. И неудобно. То есть, вы лучше сэкономьте где-то место по бокам, но вот это место, которое для нарезки, оно у вас должно максимально, как у вас позволяет кухня, быть большим. Дорогие друзья, вот обратите внимание, если в последнее время суп стал невкусным, там, не знаю, щекислыми, ну, что-то происходит с вашей хозяйкой, может быть, вы что-то изменили в интерьере своей кухни. Поэтому прислушайтесь к советам программы «Добрый вечер, Гомель» сразу после рекламы. Мы расскажем более подробно, с чего вообще начинать ремонт и как просто облагородить кухонное помещение, скажем, с помощью аксессуаров. Но перед рекламой я хотела бы объявить конкурс. Сегодня, дорогие друзья, мы разыгрываем пригласительный билет на концерт русской поэзии на 6 июня в ДК «Железнодорожника», где будет выступать народная артистка Беларуси Галина Павленок. Вопрос, конечно же, связан с темой нашей сегодняшней программы. Итак, внимание, про какой предмет в крестьянском доме была даже сложная такая загадка «Курочка с носком всякому поклон». Еще раз, «Курочка с носком всякому поклон». Про какой предмет в крестьянском доме звучит вот эта загадка? 34-22-43 про ремонт и полезные советы сразу после рекламы. Дорогие друзья, я напоминаю, что в прямом эфире на телеканале «Беларусь-4» программа «Добрый вечер, Гомель» и сегодня у нас полезные советы. Как обычно, по вторникам. Так что устраивайтесь поудобнее. Мы даже, можно сказать, только-только начинаем давать полезные советы о том, как делать ремонт на кухне, как вообще обустроить. Это, скажем так, помещение, любимое, наверное, в каждом доме, в каждой семье. Но для начала хочу еще раз объявить вопрос нашего конкурса. И напомню, что разыгрываем пригласительный билет на концерт русской поэзии на 6 июня в ДК «Железнодорожников», где будет выступать народная артистка в Беларуси Галина Павленок. Вопрос нашего конкурса звучит так. Про какой предмет в крестьянском доме была сложная загадка? Курочка с носком, всякому поклон. У нас есть вариант ответа. Давайте послушаем, насколько он правильный. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы с вами познакомимся. Да, меня зовут Анастасия. Очень приятно. Анастасия, перед тем, как вы поучаствуете в нашем конкурсе, расскажите, у вас большая кухня? Ну нет, в обычной квартире у нас небольшая кухня во многих. Ну 6-9 метров какая? Я думаю 6. Не могу точно сказать, но думаю 6 метров. Ремонт давно делали? Нет, не так давно. Полтора года где-то назад. Ну остались довольны ремонтом? Ну в целом да, в целом да. В любом случае нет предела совершенства, да, и всегда можно как-то еще чем-то дополнить, облагородить. Ну что ж, смотрите нашу программу, думаю вы найдете интересные полезные советы сегодня. Ну и давайте напомню еще раз вопрос нашего конкурса. Про какой предмет в крестьянском доме была сложная загадка? Курочка с носком, всякому поклон. Я думаю, что это может быть рукомойник. Ну конечно рукомойник. Мне вообще удивительно, что вы очень быстро как-то отгадали. Дело в том, что это предмет, который сегодня не используется, да, вот в наших таких привычных интерьерах. Ну мы вас поздравляем, вы выиграли пригласительный билет на концерт русской поэзии на 6 июня в ДК «Жизнь дорожников». Так что ищите себе пару, пригласительный билет на двух человек. Выступать будет 6 июня в ДК «Жизнь дорожников». Артистка Гомельской областной филармонии, наша народная артистка Беларуси, Галина Павленок. Я думаю, всем очень интересно узнать мнение наших зрителей, что же на кухне самое важное. Вот есть уже первое сообщение в Вайбере. «Холодильник и желательно полный», считает Анна. Здесь Анна вообще не поспоришь. Действительно, очень интересное замечание. Александра считает, что на кухне должен быть круглый стол, за которым может собираться вся семья. Вот актуально сегодня, кстати, в интерьере круглый стол. Да, он более вместительный, чем прямоугольный. И если позволяет пространство, он более компактный, чем прямоугольный. А при этом еще возьмем... И красивый. И красивый, еще собирает всю семью. Тут, ого-го, сколько нюансов. Только не на шестиметровой. Только не на шестиметровой. Да, 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 кухня. Здесь подоконник придется использовать, мы уже заметили. Так, Татьяна говорит, что освещение кухни, она считает, очень важный момент для хозяйки. Да. То есть это вот какие-то подсветки на рабочей зоне, наверное? На кухне должно быть, наверное, около трех типов освещения. Это подсветка под шкафчиками верхними, так, чтобы вы освещали рабочую поверхность. Как делалось раньше, то, что встроенные светильники ставились над шкафчиками верхними, это не очень удобно, потому что они попадали к хозяйку, свет попадал на макушку, и то, что она готовила, оставалось в тени. То есть она сама создавала эту тень. Она была в центре. Да, но это непрактичное освещение. То есть обязательно подсветка под шкафчиками, обязательно подсветка интимная для обеденного пространства. То есть, грубо говоря, над столом круглым какой-то абажур или что-то типа... Да, даже если это у вас подоконник, да, тот же самый, можно сделать бра, можно сделать бра на кронштейне с лампочкой, желательно накаливание, чтобы она была теплая, потому что она создает более такую уютную атмосферу. И основной свет, который, если вы убираетесь, да, он нейтральный, но он должен осветить всю комнату. Ну, дорогие друзья, напоминаю, что сегодня мы рассматриваем сразу несколько вариантов обустройства кухонного помещения и начнем, наверное, с элементарного, да. Вот если все-таки вы планируете, допустим, не грандиозный ремонт, хотя и про грандиозный поговорим чуть позже, но хотите вот просто что-то начать, вот изменить, вот вот наша телезрительница, да, которая вот полтора года назад сделала ремонт на кухне, но, в принципе, я так поняла, не против, да, что-то дополнить, поменять. Вот как с помощью вот каких-то, может быть, незначительных деталей изменить, вот скажем так, ну, настроение кухни? Вот, Галина, ваши советы, конечно же. Я думаю, что хорошая возможность, невозможность изменить, это сфотографировать свою кухню на фотоаппарат. Когда вы видите ее на картинке, вы видите ее недостатки, то есть вы ее рассматриваете... Вы видите со стороны. Да, да. Объединить какие-то по... То есть если у вас гарнитур совсем старый, да, вы можете его сами покрасить в единый цвет, предположим. Если у вас гарнитур новый, он вам нравится, и вы хотите просто внести какую-то изюминку, которая недостаточна, то можно посуду, салфетки... Поменять. Поменять. Да, но так, чтобы они были все в едином стиле. И выбирать их не спонтанно, а привязываясь к тому, что у вас уже существует. То есть если у вас, предположим, зеленая кухня и там желтые шторы, выберите где-то вот в этом же диапазоне, возможно, ярче где-то эти элементы. Но не старайтесь... Или у вас современная кухня, а вы хотите добавить туда элементы прованса. Вот это будет ошибкой, оно будет выбиваться. То есть оно должно вписаться... То есть стилистика все-таки... Должна соблюдаться на всех слоях вашего ремонта. То есть стилистика должна соблюдаться, начиная от плитки и заканчивая декором. Цветовая гамма должна соблюдаться, начиная от плитки и заканчивая декором. Галина, а вот подразумевает ли современный интерьер вещи, созданные своими руками? Ведь сегодня практически каждая хозяйка занимается каким-то хендмейдом, пытается что-то сделать интересное, закупает краски, лаки. Вполне возможно. Как для современной кухни можно какой-то хендмейд сделать, как и в стиле Прованс. Но вы должны всегда держать в уме свою концепцию кухни, к чему вы приходите. А вот, например, как вы считаете, вот как можно использовать правильно в кухонном помещении вот такое произведение искусств, которое вот создает Екатерина? Я думаю, она сегодня научит наших зрителей. Мастер-класс обещан, по крайней мере. Это, я так понимаю, Катя, что это? Расскажите. Это вешалка, да, из обычной разделочной доски для полотенца. Удивительно. Это конкретно, это стиль Прованс. То есть это подойдет для кухни, которая не имеет изначально никакого стиля, либо изначально сделана в Провансе. Такое панно берет на себя очень много, это большой акцент. То есть вы должны уделить ему значимое место в интерьере. То есть не загромождать вокруг ничем, да? То есть его должны заметить и увидеть. Да. Учитывая, что это еще сделано собственными руками, да с большой любовью. Да, вот полный, вот как вот не согласиться. Да, вот люблю, вот когда Галина в нашей студии дает полезные советы. Ну что ж, Екатерина, прежде чем мы начнем мастер-класс, расскажите, вообще просто я смотрю, очень много вы принесли своих, ну скажем так, подделок даже не назовешь, покажите. Да, расскажите, что это, потому что мне кажется, такой вот кухонной утвари можно сказать, чтобы позавидовать каждая хозяйка. Это все сделано из обычных разделочных досок. Вот, старые разделочные доски. Можно сделать такой подносик. Замечательно, для кофе, для чая, так, видно, заметно. Так, что еще у нас есть? Ну, можно сделать разделочную доску в виде картины просто. Просто как украшение. Да, как украшение. Ну вот граммофончик, очень даже интересно. Да любую картиночку можно. Так, ну я так смотрю, подставочки под горячее. Это если вы возьмете разделочную доску, я так понимаю, и решите ее разделить. Да, ну, воображения, конечно, и идеи очень много. Это вы сами все придумываете или вам помогает интернет? Ну, вы знаете, в нашем колледже есть такая тенденция, мы сами разрабатываем и придумаем что-то новое, интересное, полезное и бюджетное даже, скажем так. Вот это вот один из важных. Это важно, да. Поэтому как-то сами стараемся. Где-то в интернете можно посмотреть, конечно, где-то советуемся. Кать, скажите, мы успеем сегодня вот... Да, конечно. ...в течение нашей программы сделать такую красоту? Конечно. То есть каждая хозяйка, в принципе, может на час где-то приблизительно рассчитывать на такой мастер-класс. Что нам для этого необходимо? Чтобы сделать вот, скажем так, своими руками, напоминаю, дорогие друзья, вот прямо сейчас будем делать вот такую вот... Вешалку. Вешалку для кухонного полотенца. Итак. Нам необходима сама фанера, так? Или старая разделочная доска. Давайте покажем просто, какого нам нужно. Или старая разделочная доска, так? Так. Нам нужны краски, сама картинка нам нужна. Покажите, или вы уже ее начали? Вот, картинка. Картинка должна быть распечатана, это важно очень, на фото бумаги плотной, потому что когда бумага будет тонкая, фотобумага, картинка потеряет свою яркость. Краска может потечь просто. Сегодня у нас вот лимоны, я смотрю, да, какие-то веточки розмарина. В общем, что-то такое нежное должно получиться. К концу эфира. Так, хорошо, что еще? Я смотрю, вы уже как-то это все дело приготовили, нацепили, наклеили скотч. Скотч, да. Для чего, кстати? Это нам надо для того, чтобы убрать лишние слои, чтобы картинка была более тонкой. Это естественная, прозрачная. Да, 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 обязательно. Ну, мы как-то уже, по-моему, показывали такой мастер-класс. Да, поэтому это уже всем известная техника, техника-декупаж. Напомните просто, как вы это будете делать. Мы будем просто снимать аккуратненько слои. По-моему, Галине очень интересно, она не знает, наверное, что такое. Мне интересна печать на лазерном принтере или на лазерном обязательно. Это важно, потому что краска может просто растечься. Да, да, потому что мы свою картинку будем смачивать водой в дальнейшем на следующем этапе. Ну, вот, один из самых, Александр, поверьте мне, приятных моментов. Да, да. Ну, на самом деле ничего сложного. Пару раз вот так вот, чтобы убрать лишнее. Ну, пока Екатерина приводит в порядок заготовки, да, давайте все-таки, наверное, уточним еще раз, Галина. Вот какие еще способы декора кухонного пространства вы можете вообще предложить? Посуда. Посуда, так. Какие-то подсвечники как-то я вот слышала, или это все ошибочно? Давайте сначала необходимое. На кухне такая насыщенная комната, что нам надо сначала подобрать все то, что необходимо, и не превратить ее в свалку, всего, что осталось по квартире, не превратить в этот декор. То есть на кухне нужны красивые бокалы, они уже сами должны быть декором, если особенно у вас мало места. На кухне должна быть красивая тарелка, красивая, возможно, циновочка какая-то, возможно, вы ее будете менять сезонно, эту циновочку, горшки, цветы. А, вот эти черпаки, большие ложки. Да, это тоже надо подбирать все по цвету, по фактуре, это все должно быть либо нейтрально и спрятанное, либо надо подбирать, конечно, все под свой тарелок. На самом деле, иногда, дорогие друзья, достаточно новый черпачок, да, или новую корзиночку, и уже вот ваша кухня, скажем так, на лето заиграет совершенно по-другому. Хочу напомнить, дорогие друзья, что мы разыгрываем еще один пригласительный билет на концерт русской поэзии на 6 июня в ДК «Жизнодорожников». Напоминаю, что выступает народная артистка Беларуси Галина Павлинок. Вопрос очень простой. По телефону 34 22 43 вы можете поучаствовать в нашем конкурсе и вот таким образом организовать себе культурный досуг на 6 июня. Итак, внимание, вопрос. В какой известной русской сказке печь сама ходит по улице? Дорогие друзья, еще раз. В какой известной русской сказке печь сама ходит по улице? На меня с удивлением смотрят гости. Кто-то, наверное, не может вспомнить сказку. Да, кто-то просто удивился, насколько действительно легкий вопрос. Хочу, чтобы наши зрители культурно отдыхали, и поэтому готовы разыгрывать пригласительный очень быстро. 34 22 43. Ждем ваших вариантов на кухне. Я смотрю, Екатерина первый этап уже сделала, да? То есть наша картина готова для того, чтобы... Да, ее смачивать водой надо обязательно. А для чего? Еще раз расскажите, объясните. Ну, чтобы картинка была более яркой, чтобы она более четко легла на нашу поверхность. Но ведь вы же здесь не просто ее смачиваете, у вас какой-то файл большой. Файл, да, у нас обязательно, потому что картинка, когда смачивается, ее нужно аккуратненько перенести на поверхность, чтобы на ней разорвалась картинка. Она же тоненькая. Для этого мы даем такую вот как бы подложку. Да, 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 обязательно. И при помощи подложки мы переносим нашу картинку. Берете кисточку, берете обычную воду и все? Воду и смачиваем. И поехали? Да, да. Ну что ж, пока вы занимаетесь таким увлекательным смачиванием нашей будущей поделки, я бы сказала, наверное, самое время поговорить о том, если человек затеял грандиозный ремонт на кухне. С чего надо начать, Галина? Сначала мы делаем замеры, записываем все свои пожелания, что мы хотим разместить на этой кухне, и идем в организацию мебельную, которых много у нас в Гомеле, для того, чтобы вам предложили различные расстановки мебели по вашим пожеланиям. То есть первая мебель. Первая. Чтобы вам четко понимать, где у тебя что будет стоять. Да, расстановка мебели конкретно вы должны. Сейчас эти организации делают это все в объеме, то есть вы можете посмотреть, они вам покрутят, разрезают все на шкафчики, представят, где вы будете что хранить. Когда у вас появляется мебель, вы уже можете начинать ремонт, потому что вы можете запланировать, где будут находиться розетки. На кухне розетки это больной вопрос, потому что они должны быть на холодильнике, на вытяжке, для множественной техники. Да, на микроволновке, на электроподжиг, на духовке. Если вы хотите измельчить или подставить под мойку, вы сделаете эту розетку, если вы пока еще не хотите. Давайте про электрику поговорим чуть позже, и мне придется вас тоже немножечко перебить. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем телезрителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер, давайте мы с вами познакомимся. Да, смотрим вашу передачу. Очень рады, что, так скажем, просвещаются такие тематики, чтобы люди могли знать о том, что в городе, и что интересует в плане того, какой интересен дизайн хозяйкам или тем, так скажем, их любимым, дизайн, так скажем, интерьера. Да, дизайн интерьера. Первый, особо важен момент гармонии, это, прежде всего, необходимо настроение, правильно, самих хозяевов, вот, это первое. Второе, так скажем, интерьер дизайна очень интересный, вот, важна, правильная продукция питания необходимы, А что вы имеете в виду правильные продукты питания? На кухне это, конечно, важно, я не спорю. То есть вы за правильное здоровье или как? Да, за правильное здоровье тоже. То есть вы считаете, на кухне, на столе, обязательно должна быть вот эта вот красивая прозрачная вазочка с виноградом, с апельсинчиками, да? Конечно, это тоже. Отлично. Так, это еще что важно? Необходимо правильное энергетическое состояние человека, духовное состояние, это самое важное. То есть хорошая хозяйка должна быть на кухне. Хорошее настроение. Хорошее настроение. Ну что ж, спасибо, вот хорошие такие полезные советы. Скажите, а вы давно делали ремонт на своей кухне? Да, ремонт сделан такой, так скажем, в английском стиле, в таком своеобразный, вот. Ну, конечно, сейчас или не представится, возможно, так скажем, может вам увидеть. Ну, вы можете прислать нам фотографию на Вайбер. В принципе, я даже вот так могу ее показать, так что присылайте. Покажем вашу английскую кухню. Да, спасибо вам большое. Кстати, я могу вам предложить поучаствовать в нашем конкурсе. Попробуйте ответить на вопрос, в какой известной русской сказке «Печь сама ходит по улице». Да вы что? Печь ходит сама по улице? Конечно, в какой русской сказке? Не торопитесь. Есть такая сказка. Как это? Так. Сереж, сказка, подскажи мне помочь другу. Помочь другу, берите. Сына. Папа, ты мне скажешь. Ну, кто герой? Сама ездит по этому. Кого она возит там, да? Ну, я знаю, что она возит там этого, Емелю. Так, правильно, Емелю. Это очень правильный ответ. А как называется сказка? Емеля. Поминайте, чем Емеля в сказке занимался. Честно говоря, не помню. Ну, очень жаль. Очень жаль. Я помню, что Емеля там на печке перевозил, это самое, полностью вместе с печкой. Так. Емеля ездил, ну, так скажем, на верху этой печки. Ну, хорошо, давайте, давайте, давайте подойдем с другой стороны. Как печка могла поехать-то сама? Кто же ей в этом помог? По чущему верению. Ну, конечно. По чущему верению, по моему хотению, она поехала. Спасибо большое. Как вас зовут? А то мы так много говорим и не познакомимся. А меня зовут Александр. Александр, спасибо вам за этот звонок. Вот прям подняли настроение. Вы только что выиграли, вы только что выиграли, выиграли два пригласительных билета на концерт русской поэзии. На 6 июня в ДК «Железнодорожников», где будет выступать народная артистка Беларуси Галина Павленок. Спасибо вам большое за это. Мы очень благодарны вам. Пускай у вас всегда будет хорошее настроение и позитивно. Спасибо. Спасибо, спасибо, Александр. Ну что ж, удивительный звонок. Очень много нам полезных советов, кстати, дали. Да, я вот заметила, для себя тоже сделала вывод. Хорошее настроение. Это всегда важно, да? Музыка, возможно. Музыка, вот, кстати, да, наверное, один из тех моментов, не радио, а действительно музыка, которая обязательно должна быть на кухне. Вот для этого человека, для нашего зрителя это очень важно. Мне кажется, это важно для всех. Итак, дорогие друзья, вот вы хотите создать кухню своей мечты. И вот сидите сейчас и думаете, вот так с чего же начать-то. Вот мы вам сейчас и расскажем. Итак, первое, мы уже начали. Мебель мы распределили, где у нас что будет стоять. А что теперь? Теперь мы с вами залазим в интернет. Да, это нормально. Это нормально, не бойтесь этого. С этого и начинаем. И сохраняем штук 50 картинок, все, которые вам понравились. И потом, вот предположим, вот наши картинки. Ну вот у нас 5 таких, допустим. Мы взяли как пример. Мы сохраняем и смотрим, что в них общее. Вот расскажите, что общее в этих картинках? В них общее стилистическое направление, то есть они все с классическими элементами. У них во всех есть молдинги, какие-то филенки. У них есть вот здесь... Потолок, я смотрю, тоже с такими моментами. Да, потолок. Здесь есть вот этот вот орнамент классический. Яркое пятно, вот я смотрю, везде должно быть какое-то в красных, там, бордовых, фиолетовых скорее, да, оттеночек? Да, общая цветовая гамма у нас есть какая-то. Давайте спросим у Катерины. Екатерина, что для вас вот общее вот в этих пяти, скажем, вариантах кухонного помещения? И что нравится вообще? Какая из них больше всего понравилась? У меня по центру, которая третья. Вот, да, она больше такой спальный какой-то вариант напоминает, да? Но в то же время это спальня и есть, подождите. Да, это спальня и есть, то есть мы выбираем просто какую-то стилистику свою. И когда вы выбираете, важно, вы не рассматриваете в этих картинках, вот чтобы я бы там... Расстановка была такая, как у меня. Вам надо определиться именно со стилистикой, с цветовой гаммой, то, что у вас в душе находит отклик. То есть вы сохранили вот эти картинки. Возможно, они вам вообще на ваши шесть квадратных метров, ну, никуда уже не встанутся, потому что здесь большие кухни. Но вы определились здесь с цветовой гаммой и со стилистикой помещения. У нас появляется вот такая вот... То есть в вашей голове возникает вот такая цветовая гамма, например, да? Кстати, это модно сегодня? Да, это энергичные цвета. Я считаю, что, в принципе, все цвета, которые олицетворяют ваш внутренний мир, которые вы видите, и они вас будоражат. То есть вы приходите на кухню с утра, сонный, вы заряжаетесь этой энергией, они подходят. Уходите уже от этого бежевого, бесконечного, бесконечного бежевого. Значит, мы подобрали вот эту цветовую гамму. То есть, дорогие друзья, вот вы заметили самое главное и ключевое, о чем говорит вот наш эксперт Галина? Уходите от бежевого, перекрашивайте бежевое, все. Бежевое не в моде. Это робкость, это боязнь, да, вот когда заказываешь кухню, она столько стоит, думаешь, она на нем, возможно, надоест когда-нибудь. Я возьму все самое нейтральное, простенькое, все самое нейтральное, а потом поставлю чашки, и вдруг все заиграет. Но такого не будет. Вам надо изначально придерживаться какого-то плана. Если вы боитесь какие-то большие объекты мебели заказывать в каком-то ярком цвете, вы можете взять из этой вот палитры, есть, да, у нас, из этой палитры один из нейтральных цветов. То есть к нему потом вы подберете какие-то другие, если вы захотите менять. Но посмотрим правде в глаза. Вы как не поменяете кухню, так вы не поменяете и стулья яркие. Все постоянно, это все временно, да? Да, все самое, нет ничего более постоянного. Хорошо, Галина, ну вот мы определили, что я хочу, например, кухню сделать вот в таком... Такой цветовой гамме. Да, цветовой гамме. Что дальше? Значит, сейчас я углублюсь в дизайн, да. Это обязательно, да? Я думаю, что сейчас вот этот круг, который все видели, наверное, в школе... Который всех пугает. Который всех пугает, непонятно, как к нему подойти. Вот этот круг поможет вам упорядочить в голове, что вам надо искать. Большинство интерьеров собраны в комплементарном... Комплементарном, дорогие друзья. В отдельно комплементарной гамме. Давайте попроще. Значит так, если я хочу... Вот фиолетовую, начнем с нашей фиолетовой. У нас вот есть этот фиолетовый цвет. Что значит комплементарно? Это значит, мы берем вот эти вот рядом стоящие цвета. Это же спектр, это здесь оно разделено. На самом деле это плавно переходящий спектр, да? Ходящие оттеночки такие идут, да? И обязательно вводим один цвет напротив, который находится. Это самое главное, что есть в этом круге, и что вам надо знать. То есть к фиолетовому подойдет очень хорошо желтый. Да, либо если вы хотите совсем чуть-чуть фиолетового и чего-то больше другого, да, то мы берем один вот этот фиолетовый, и вот тут в этой стороне мы берем вот этот вот диапазон какой-то. Притом неважно, какой вы диапазон возьмете. Главное, чтобы читался вот этот переход от одного цвета к другому. Александр, ну вот вы же работаете с Галиной, и такие вот мастер-классы вы слышите каждый день, когда приходит новый клиент. Вот такие вот комплименты. Никогда, никогда. Так, ну хорошо, расскажите, Галина, я знаю, что вы приготовили, скажем так, кухню вот приблизительно из тех пожеланий, которые... Да, я представила, что вот мы, например, собрали эти пожелания, и я себе накопировала из интернета много всяких идей, да, и я собрала. То, что кухню я хочу нейтральную, белую, серую. Так. Я хочу какой-то энергичный цвет, чтобы был какой-то орнамент, да, и были стулья, и тоже в нашей стилистике. Вот обратите внимание, то, что они классические эти стулья, то есть они нейтральные по цвету, как желтый цвет, который нам надо было ввести. Мы ввели металл, этот желтый. Очень важна фурнитура на кухне, вот чтобы кухня смотрелась дорого и красиво, даже не столько важны фасады, сколько важна фурнитура. То есть вот эти ручки, они дают больше эффекта, чем даже сами фасады. Сейчас, я не знаю, можно говорить, с Китая можно заказать. Конечно, нужно. Любые ваши ручки, которые вы выберете, огромное количество их есть, они есть очень интересные. То есть для вас на кухне важны ручки и фурнитура? Можно такую предположить? Она дает, вот эти детали, в общем, создают впечатление дорогой кухни. Вот если вы сэкономили где-то, да, но вот эти ручки, они дадут, когда вы поставите риллинги вот такие длинненькие, сразу вся кухня смотрится как столовый гарнитур. Александр, что бы вы добавили еще вот в этой, скажем, в этой кухне, которая у нас получилась? Или что-то убрали бы, может быть? Ну вы как мужчина. Нет, ну вот там я ничего бы не убрал. Там все гармонично нарисовано. Даже не сомневалась. Галина, скажите, пожалуйста, я бы хотела, чтобы вы прокомментировали несколько проектов кухонных помещений, которые вы уже создали. Вот давайте посмотрим, присаживайтесь. Давайте посмотрим, я попрошу показать фотографии. И мне просто действительно интересны ваши комментарии и насколько они действительно сочетаются с той концепцией, которую... Итак, фотографии. Подскажите мне, будут фотографии или мы продолжаем? Итак, где наши фотографии? Так, вот кухня конкретная. Правильно, да? Все правильно? Это ваше вещение? Да, да, да. Вы улыбаетесь, так вы увидите впервые. Потому что Александр там присутствовал. То есть Александр тоже участвовал в этом создании? Можно остановиться где-то, потому что все кухни разные. Так, ну давайте остановимся, если можно стоп-кадр. Сделайте нам, пожалуйста. Вот эта кухня. Обратите внимание, значит, здесь очень интересный прием сделан. Вот видите, фартук выбран яркий, ну такой рябой, да? На нем бы белые розетки, в принципе, любые розетки, которые надо сделать на рабочей зоне, они бы смотрелись пятном. И я предложила сделать, отбить вот этот кантик, сделать часть, где находятся розетки белой плиткой и на ней замаскировать вот эти розетки. Их вообще не видно, в принципе. Их не видно, да. Ну вот это такой прием, чтобы замаскивать. Вот посмотрите, как здесь смотрится фурнитура. Если бы здесь были какие-то хромированные обычные риллинги... Ну я знаю, вы против хромированных вообще вещей, я слышала это... Ну есть красивые, да, какие-то гнутые там язычки, они красиво могут смотреться, они могут смотреться уместно. Но есть обычные такие стандартные, как мы видим в столовых, да, они, конечно, плохо смотрятся. Еще вот в этой кухне изначально, значит, мы думали сделать барную стойку, потому что удобно было бы смотреть телевизор, там напротив стоит. Но со временем, пока был ремонт, сами заказчики говорят, мы хотим перейти в сторону стола. И вот мы заменяли барную стойку на стол пониже. Ну в принципе, вот ничего особенного, и в то же время очень аккуратно, стильно. Но тут еще пока нет техники и всего остального. Покажите нам еще фотографии, у нас их, по-моему, несколько было. Так, вот эта кухня. Екатерина, вот обратите внимание, как вам такая кухня? Вот эта кухня очень большая. Вот смотрите, в этой кухне интересно то, что здесь мы с женой не могли найти консенсус между классической и современной. Он говорил, ну куда тебе эти филенки мыть? Она говорила, ну хочется быть что-то уютное, эта кухня-столовая совмещенная с гостиной, хотелось бы что-то красивого. И вот тут мы вышли таким образом, то что у нас часть сделана для фасадов всех без филенки, а верх сделан филенчатый. Еще в этой кухне, вот что интересно, фасады не разбиты, как сейчас принято разбивать, на горизонтальные, которые поднимаются вверх. Во-первых, вы экономите на механизм, потому что они очень дорогие. Это очень важно. А во-вторых... Мне кажется, так неудобно. Ну, возможно, кому-то удобно, да, но во-вторых, вы обретаете такой внешний вид, тоже, опять же, не кухонный, а более такой столовый, да, какой-то, более гостиной. Ну, внешний, неплохо, одна-две вот выдвигающиеся вот вперед, очень даже хорошо смотрятся. Да. Которые как элементом идут. Вот, ну вот тут такой был комбинация классики и современного. Ну, вообще, я вот обратила внимание, что вот на ваших проектах очень часто используются темные тона. Это учитывая, что мы привыкли вот к более... А, ну вот яркие такие... Синяя кухня, да. Да, с оранжевыми... Я бы с удовольствием делала такие синие, такие яркие кухни постоянно, но тут надо, чтобы... Заказчик этот, да, поддержал? Да, он поддержал. А вот как на ваш выбор, как дизайнер, на такой смелый выбор, вот как к нему относятся обычно заказчики наши? Бояться, конечно, бояться. Это надо... Или они доверяют и как-то кому-то доверяют. Все равно заказчик, он сам принимает решение, но он просоветуется с мамой, с бабушкой, с тетей, с соседом. И они все скажут, какая синяя кухня, господи, что ты на выдумывал? Ну, мне кажется, слоган у вас должен быть так. Галина Сукачева, дизайнер интерьеров, делаю интерьеры только без... Какой цвет вы не любите? Без беженького? Без беженького, да, вот типа такого. Вот это точно вам подойдет. Ну что ж, дорогие друзья, как вы считаете, что важное на кухне, на вашей кухне? Звоните в студию, пишите в вайбере, сейчас зачитаю еще несколько интересных сообщений от наших зрителей. Ирина, вот, кстати, очень конструктивное такое сообщение. Ирина пишет, что у нее в доме есть маленькие дети. И она считает, что здесь важно надежность и качество фурнитуры и материалов, потому что дети любят дверями хлопать, ящики открывать, закрывать. Как прокомментируем? Детей спасения нет. Да, то есть хороший вариант, да, фурнитура и хорошее качество материала. Так, Геннадий считает, что кухня должна иметь качественные материалы и бытовую технику, при этом быть максимально функциональной, понятно. Сергей вообще предлагает выбирать проверенных строителей с рекомендациями или тогда делать ремонт просто самим. Вообще, очень важная тема, Александр. Я знаю, да, действительно, очень много разных историй, приятных, неприятных. Как найти вообще профессионального строителей, бригаду, одного человека, знакомого, соседа, чтобы действительно вот все, что мы сейчас придумали, да, нарисовали, вот в нашей голове это созрело, чтобы это все было не зря. Дайте нам этот вот важный совет. Ну как тут важный совет дать? Это надо, чтобы люди увидели работу этих строителей. Первое, посмотреть работы. Ну да, но это если есть, потому что рассказывать оно можно много чего. То есть фотографии какие-то увидеть, да, желательно сходить на объект. Да, если есть возможность увидеть. Ну, кто-то увидел сарафанное радио, никто не отменял еще, поэтому... То есть рекомендации. Сарафанное радио это рекомендации. Оно как бы репутация, да, сделали хорошо, посмотрел, потрогал, понравилось, и тогда работаешь с людьми. Но тоже надо уметь, надо конкретно ставить задачу. То есть подождите, вот это очень важно. То есть вы даете сейчас такой полезный совет зрителям, да, тем, кто собирается делать ремонт или вот уже сейчас работает над ремонтами, да, то есть вы четко должны ставить конкретную задачу строителям. Ну, конечно. А как это сделать вообще? Как вот, что значит четкую задачу поставить? Сказать, я хочу, чтобы у меня холодильник был в этом углу? Ну, просто есть такое слово, сделайте как надо. Сделайте красиво. Ну, возникает вопрос, как надо кому? Как надо там строителям или как надо вам? Надо все время говорить, как надо заказчикам. То есть скажите, Александр, если я задаю строителю миллион вопросов, это нормально? Конечно. Это правильно, Галина? Это не то, что миллион вопросов. Нет, вы интересуетесь. Я думаю, что если вы взяли специалиста уже, вы уже определились на своем строителе, да, оставьте его работать спокойно. Любой специалист, к которому вы обращаетесь, доверьтесь человеку полностью. Совершенно противоположный как бы. Будь это дизайнер, врач, строитель. Если вы уже определились на человеке, ну, не надо, значит, вы определились с его позицией. То есть если он любит натяжные потолки, и он вам будет их рекомендовать, вам придется их полюбить тоже. Нечего его заставлять. Вот так вот. Не-не-не, подождите, Александр, продолжим. Хорошо. Ведь есть же подводные какие-то камни, да, вроде строитель такой замечательный, рекомендации хорошие, а потом ей непонятно, что произошло. Вот расскажите, как построить эти отношения? Стоит, может быть, задавать какие-то наводящие вопросы? Да нет, ну какие наводящие? Например, как вы будете делать укладку ламината? Или, а как вы будете каким клеем креять обои? Стоит вот такой тест провести, вот, чтобы выяснить, как вы строите? Нет, не стоит. Не стоит, хорошо. Каждый привык со своим материалом работать с теми же клеями или еще с чем-нибудь. А так, ну, так же, как со всеми людьми. Надо уметь общаться, быть человеком, ну, довериться. Ну, в любом случае доверяешься человеку, строителям доверяешься. Если ты видел их работу, тогда да, конечно, не стоит сидеть. И все время смотреть, как человек делает хотя бы. Ну, мы же понимаем, что ремонт сегодня это не просто так, да? Это надо купить, не просто строителя пригласить. Это же надо купить какие-то материалы, какие-то вспомогающие вещи. Многие строители предлагают сегодня все это купить и предъявить просто чеки. Как вы относитесь вот к такой практике? Стоит ли идти вот на такие, или это все-таки опасно? Строитель может купить что-то не то. Почему? То есть нормально. Это нормально. Но все равно надо брать, все надо спланировать, обязательно спланировать. Тогда строитель точно будет знать, что ему делать. Сходили в мебельный магазин, заказали проект. Вам принесли. Все, вот план, по нему четко делаешь. Расставляешь все розетки. Ну, уже там мелкие нюансы, там энергоемкое помещение все-таки. И поэтому, касаясь кухни. Поэтому тогда уже все рассчитывается по месту. Ну, хорошо, вернемся тогда к нашей кухне. Действительно, а вот для вас лично, как достроителя, что все-таки самое главное в ремонте такого помещения, как кухня? На что в первую очередь вы бы обратили внимание тех людей, которые сейчас задумываются над этим или уже занимаются этим ремонтом? Ну, вот мы решили, что стиль, да, мы выбрали его. Со строителями определились, да? Я так понимаю, техники на кухне много. Розеток должно быть много. Кстати, Катерина, много ли на вашей кухне кухонной техники? Да, много. Ну, вот можете перечислить? Ну, электрочайник. Ну, понятно. А, у вас электроплита. Электроплита, да. Микроволновая печь, блендер, мясорубка. Электро. Так. Потом у меня. Уже для... Много для шестими. Уже много. Уже много. А для одной хозяйки, вроде бы, как для современной, не так уж много. Вот какие нюансы есть на современной кухне, учитывая вот такое вот огромное количество действительно современной техники? О чем стоит помнить? Ну, когда человек не может определиться, не знаю, ну, нет у него схемы. Ну, опять, он не может определиться, где что будет стоять. Ну, вот это тяжело. То есть для начала надо понять, сколько техники будет? Конечно, да. А все остальное уже этот фон сделать, стены, это подготовка скрытая, которую, как бы, она занимает очень много времени, но она незаметна. Заметна, вот, шторы заметны, мебель заметна, стулья, столы. Это заметно. Это принес, поставил, оно стоит. А вот эта все отделка вся, которая, которая, вроде как, занимает много времени и бюджет очень сильно тянет, оно уходит все на второй план. На второй план. Ничего себе. Очень важно, чтобы все эти приборы, когда вы включили, не выключили вам электричество во всем доме. Во всем доме и поезжать на районе тоже. Во всем городе, да. А что здесь надо, вот какие моменты учитывать? Ведь многие сами собираются планируют делать подобные электропроводки. Есть какие-то нюансы? Ну, хотя бы проконсультироваться в магазине, где все будут приобретать, те же розетки, выключатели. Ну, это уже лучше обращаться все равно к специалистам, потому что человек, который совсем не посвящен в это, очень тяжело ему будет разобраться, насколько там мощность духовки или электродуховки. Ну, это говорит еще раз, дорогие друзья, о том, что кухня, это действительно самое приятное, самое популярное, но одно из опасных мест, наверное, в квартире. Да, и прежде чем его благоустраивает, нужно продумать все, вплоть до того, сколько у вас будет чайников, сколько вам надо розеток и какие, конечно же, у вас будут шторы. К шторам, надеюсь, вернемся. А пока хотелось бы обратить внимание на мастер-класс. Я так понимаю, вы уже почти все, уже почти все готово. Ну, да. Значит, мы смыли водой, вспоминаем, дорогие друзья, нашу картинку. Пока мы намочили нашу картинку, мы оперативно работаем, наносим клей ПВА на нашу поверхность, на нашу досточку, и аккуратненько файликом переносим на нашу картинку, на нашу поверхность. То есть очень обязательно важно, чтобы у нас не было воздуха на картинке, потому что со временем, когда картинка высохнет, она может потрескаться. Поэтому мы с помощью вот такой вот губочки проглаживаем нашу картинку. А мы не сотрем его в рисунок? Ну, мы же на файлике. Файлик не убираем. Я все забываю, да. Файлик мы не убираем, и поверху по файлику мы... Все, мы приклеили картинку, я смотрю, вы ее еще как-то разукрашиваете. Доработали, да. Неровности наши доработали, края вот подработали. Ну, тут уже включаете воображение, да, дорогие друзья, один из самых приятных моментов. Ну что ж, пока мы заканчиваем, заканчиваем вот такую вот красоту, где будет висеть кухонное полотенце, я бы хотела обратить внимание на несколько сообщений наших зрителей. Если можно коротко. Ольга спрашивает, можно ли перенести кухню на балкон, учитывая, что у нее в квартире электроплита. Нет, нельзя, потому что нельзя объединять теплое и холодное помещение. Легально сделать это невозможно, поэтому от этой идеи стоит сразу отказаться. И я так понимаю, это вообще непрактично. Если, например, у вас бы было 60 квадратов, и это было бы можно, то я бы думаю, что почему бы и нет. Но это невозможно сделать законно. Законно. Так, Алена спрашивает, а, кстати, советую, сделайте интересный фартук на кухне, и все преобразится. Вот такой вот совет, как преобразить кухню. Вот, кстати, насчет кухонных фартуков, да, ведь все мы привыкли, что он обязательно должен быть с керамической плитки, хотя в последнее время появляется очень много там каких-то стеклянных вариантов, скинали. Что, какие еще альтернативы есть сегодня, что вы обычно советуете своим заказчикам? Я предпочитаю плитку керамическую. Очень важно, чтобы она была без явных выступающих частей. То есть вот есть такая кирпичик, который... Фактурный. Как фактурный. От него стоит отказаться, потому что будет некрасивое прилегание розетки к этому фартуку. Любая, в принципе, рельефная плитка, от нее стоит отказаться, потому что она будет некрасиво... Я хочу, вы знаете, Галина, я хочу вас удивить, и вас, Александр, и вас, Екатерина. Дело в том, что известный гомельский керамист Яна Коновалова, она придумала свой вариант кухонной плитки. Вот посмотрите, вместо рисунка мастер предлагает использовать, сейчас мы увидим эту фотографию, вот такие вот старые бабушкины салфетки из катерти. Такая плитка-рушник. Вот такая плитка-рушник, дорогие друзья, получается, согласитесь, очень душевно, и с таким вот, все-таки, особым, таким семейным смыслом. Вот обратите внимание, сама каждая плитка сделана собственными руками. Ну, плюс, конечно же, такая нестандартная версия украсить вот кухню, печь или какой-то камин. Вот это фартук. Вы можете представить? Да, очень классно. Довольно необычно. Я смотрю, у вас прям глаза загорелись, да? Да, мне нравится. Вот. Вот и технология такая, в принципе, понятная. И, в принципе, эти мастер-классы, как это делать, мы часто показываем в нашей программе. Но вот этот вот элемент, действительно, бабушкиной скатерти, Екатерина, вам понравился? Да, безусловно. Екатерина очень занята подвешиванием полотенца. Да, время программы у нас как-то очень быстро исчезает. Итак, еще несколько сообщений от зрителей. Главное, чтобы кухня нравилась моей супруге, считает Стас. Артем считает, что кухня должна быть очень уютной зоной для трапез. Спасибо, Артем. Ну, Елена говорит, что без посудомоечной машины кухни современной вообще быть не может, в принципе. А Татьяна задает вопрос. Какой потолок лучше сделать на кухне? Практичнее, наверное, натяжной. Ну, варианты какие вообще? Натяжной, гипсокартонный, оставить бетонный и отшпаклевать его. Ну, что бы советую? Ну, все, наверное. Все это возможно на кухне или есть какие-то непрактичные, скажем, потолки? Все это возможно, все это применимо. Натяжной потолок очень практичный, но не всегда очень красивый. То есть вам надо сразу продумать, как вы закроете эти заглушки по бокам, которые находятся. Скорее всего, что это должен быть какой-то приближенно к классическому интерьеру, чтобы мы могли большой уголок поставить, не вот эти маленькие. Если это современные, то возможно там пустить по периметру подсветку, тогда он так не будет бросаться в глаза. В принципе, любые из этих вариантов, они имеют место быть. То есть ничего страшного нет ни в одном из них. И еще один вопрос от Натальи. Мойки из искусственного камня. Вот в чем плюсы и минусы? Вот люди еще боятся покупать. Искусственный камень есть нескольких видов. Это есть тот, который шлифуется, есть тот, который не шлифуется. Есть литьевой, есть искусственный камень, который продаются в мойке. В чем их плюсы? Значит, литьевой камень можно шлифовать. Они все, и тот, и другой, за ним нужен определенный уход. Черные мойки, они очень непрактичные, на них остается известковый камень. Белые мойки, на них остаются свекла, возможно, пакет. Если вы там оставите разморозки, он может отпечататься. То есть нержавейка? Возвращение? От чая. От чая, да? Очень тяжело выводится. С искусственного камня очень тяжело выводится. За ним нужен уход, искусственный камень. Я бы отдавала предпочтение нержавейке, ну не такой нержавейке, к которой мы привыкли, а есть врезные мойки. Нержавейка, с которыми ничего не происходит. Это практически... Наши нержавейки, ну, врезные, врезные, в столешнице. Они самые практичные. При этом, вводя какую-то новую фактуру, как бы вы ни старались уйти от хрома на кухне, вы от него никак не уйдете, потому что все равно там появится что-то хромированное в духовом шкафу, в микроволновке, в холодильнике, что-то появится. Поэтому это материал, который, в принципе, у вас повторяет другой материал на кухне. Галина, спасибо большое. Дорогие друзья, что же может преобразить даже самую унылую, самую простую кухню? Расскажем и покажем сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, ну, к сожалению, время, наш программа заканчивается. Напоминаю, да, в прямом эфире уже давно идет программа «Добрый вечер, Гоми». Сегодня даем полезные советы о том, как облагородить, отремонтировать такое помещение, как кухню. Есть несколько сообщений еще в Айбере, вот наши эксперты готовы на них ответить. Галина, я вот смотрю, вы уже, да, готовы ответить нашей телезрительнице. Ольга спрашивает, какие должны быть акценты, когда человек подбирает шторы? Ну, я так, сделала короткий вопрос длинный. Всегда мы обращаемся к той цветовой палитре, которая у нас здесь была. И к той концепции, которую мы хотели. Если у нас все идет однородное, мы можем выбрать шторы с каким-то ярким принтом. Если у нас уже есть какой-то геометрический рисунок, яркий акцент, какое-то пятно, берем более простые шторы. Желательно шторы создадут уют. Желательно уйти от ролл-шторов, потому что они еще больше создадут ощущение зубного кабинета у вас на кухне. На кухне ни в коем случае ролл-шторы, да, по крайней мере, чтобы они не были заметны. Хотя бы какой-то декор вот этот уютный обязательно нужно сделать из текстиля, возможно, которым вы даже не будете пользоваться, просто как декор. Ну что ж, дорогие друзья, о том, какие должны быть обои в вашей квартире, да, и какие современные тенденции, я думаю, Галина расскажет в одной из наших следующих программ. Спасибо большое. Ну и что у нас получилось сегодня, Екатерина? Вот, пожалуйста. Та-да-да-дам, да, вот сравните, сравните, какая красота. Кать, ну нет вам цены? Как можно было сделать такое за 60 минут эфира? Дорогие друзья, напоминаю, мастер-класс о том, как сделать из старой разделочной доски вот такую вот чудо-вешенку для кухонного полотенца только что показала нам Екатерина. Вот чему обучает она сегодня, наша гостья, своих учеников в Гомельском колледже народных промыслов. Какой бы совет, Кась, дадим всем нашим хозяйкам, телезрительницам, которые прямо сейчас захотят повторить дома ваши подвиги, так сказать? Ну, во-первых, наверное, хотелось бы им посоветовать не выбрасывать свои старые вещи, да, разделочные доски, там, тарелки и многое другое. А приспосабливать. Да, приспосабливать, потому что можно сделать что-то новое, нужно давать, дарить жизнь старым вещам и делать, придумывать что-то новое. И пробуйте, не бойтесь, у вас все получится. Мне вообще кажется, что вот под наш интерьер, кстати, даже неплохо и подойдет, да, вот что-то вот есть вот в нашей все-таки и желтенькое присутствует, все, как мы практически планировали, да, практически все для нас. Ну и, ребят, расскажите, Галя, Александр, вот тем, кто, короткий совет нашим телезрителям, которые вот прямо сейчас собираются приступать к ремонту своей кухни. Собирайте деньги. Это главный совет дизайнера, дизайнера, так, Александр, как строитель, эксперт. Обращаться к специалистам, чтобы они вам предложили неожиданные решения для вас. Вот неожиданное решение. То есть, дорогие друзья, если вы не готовы самостоятельно делать ремонт, наверное, все-таки советуют специалисты, советуют обращаться к специалистам. Ну, а я очень надеюсь, что советы, полезные советы нашей сегодняшней программы вам пригодятся. Это был еще один Добрый вечер Гомельс, Наталья Волынец. До новых встреч в прямом эфире. Субтитры подогнал «Симон»